МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричевский район. Расположен на северо-востоке Могилевской области. Площадь района 777,5 квадратных километров. Численность населения 33 924 человека. Административный центр Кричев. На территории района расположены биологический микрозаказник, гидрологический и охотничий заказники местного значения. Разработаны три туристических маршрута. Под охрану взяты места обитания барсука, занесенного в Красную книгу. Позабыты электронные гаджеты и социальные сети. На новой спортивной площадке в микрорайоне Комсомольский веселый шум детских голосов не смолкает с утра и до вечера. Ребятишки прибегают сюда и физкультурой позаниматься, и с друзьями погулять. Мне нравится. Хорошо, что в наш город поставили эти тренажеры. Мне очень нравится на них заниматься и утром, и вечером. Мне они нравятся. Я здесь играю с друзьями. Они классные. После сада я прихожу сюда и играю. Довольны дети, довольны взрослые. Активные игры на свежем воздухе куда полезнее компьютерных. И прочь родительские тревоги. После слов «мам, я на улицу» точно известно, где искать любимое чадо. У меня двое детей. Это очень удобно и хорошо, что нам установили такие тренажеры. Дети занимаются. Каждый день сюда приходят. Не сидят за компьютером. Ну, конец здоровым теле, здоровый дух. Этот подарок кричевским ребятишкам сделали предприятия и индивидуальные предприниматели города. Идея построить спортплощадку на свежем воздухе принадлежит председателю Кричевского райисполкома. И ее воплощение кричит цементно-шиферу, коммунальнику, представителям частного бизнеса. Вот получился целый комплекс, спортивный комплекс на улице. Это дает возможности, конечно, физически развиваться, укреплять свое здоровье и взрослым, особенно детишкам. Эта площадка востребована целый день. Особенно здесь многолюдно, вечером, выходные дни. Комсомольский микрорайон густонаселенный. Здесь проживают больше пяти тысяч человек. Много молодых семей. А значит, район будет пополняться новыми жителями, которые обязательно придут на спортплощадку, позаниматься физкультурой и погулять с друзьями. Как водичка? Отлично. Новые грибки и лавочки еще пахнут свежей древесиной. Эта зона отдыха у реки Сож появилась совсем недавно. Построили ее буквально за месяц. Отдыхающие уже успели оценить все ее преимущества. Сейчас намного лучше стало, потому что тут лавочки вот наставили. Стало намного цивилизованнее. Где-то в кустах постоянно переодевались, стояли. Вообще отлично. Здесь просто довольно удачно этот пляж расположен, потому что здесь вот плес есть такой. Для тех, кто не очень умеет плавать, они могут зайти, постоять, поплавать. Да и сама зона отдыха расположена весьма удачно. Кстати, здесь она уже когда-то была. Буквально в полукилометре от нее находится микрорайон Сож. Так что цивилизованный отдых для его жителей теперь в шаговой доступности. С 2009 года здесь построено 14 жилых домов пятиэтажных. Это более 700 квартир. И это необходимо. Семьи молодые, во всей каждой семье дети. И когда рассматривали вопрос на заседании Президиума районного совета депутатов в начале июня, приняли решение возобновить это место отдыха. Благоустраивали возрожденную зону отдыха несколько городских предприятий и организаций. Кричев цементный шифер, коммунальник, гортопсбыт, агротехнические колледжи. Теперь здесь можно отдохнуть с комфортом. Лавочки, грибки, песочницы, стенды для наглядной агитации. Ну, все необходимое. Возможно, в процессе появится здесь и торговля, и спасатели. Солнце и вода. Что еще нужно горожанину, уставшему от каменных джунглей? А вместе ухоженным отдыхать вдвойне приятнее. Великолепный дворец Потемкина. Памятник архитектуры XVIII века, внесенный в список историко-культурного наследия Беларуси. Визитная карточка Кричевского района и всей Могилевской области. Он поражает не только своей архитектурой. Вместе с Потемкинским дворцом в древнем Кричеве появился удивительный парк, фрагменты которого сохранились по сей день. Ну, вот как раз-таки и находится одно из самых старинных дерев, которое находится на территории нашего дворца. Данному дереву, по подсчетам ученых, уже более ста лет. Поскольку во время Потемкина и Галынских здесь прибадали черты древнего Старопольского парка, поэтому это дерево, возможно, было привезено к нам на территории наших земель непосредственно Западной Европы. Мы его с вами обхватим? Давайте попробуем. В две руки. Охватили, да. Кроме старых парковых деревьев, здесь можно увидеть и совсем молодые растения. Новая история Старого парка началась в 2008-м, после реконструкции дворца. Здесь появились аллеи со скамейками, где туристы могут прогуляться, присесть, отдохнуть и насладиться красотой современного Потемкинского парка. Мы каждый год пытаемся его обновлять, создаем какие-то новые цветочные композиции, сажаем какие-то новые цветочные растения. Вот, например, в этом году мы посадили 12 парковых кустарных роз. Также у нас в задумках, в идеях посадить здесь фруктовые деревья, поскольку во времена Галынских, то есть Галынские – это владельцы данного дворца после Потемкина, здесь, помимо лип, помимо дубов, были посажены и фруктовые сады. В парке есть туи и можжевельники, молодые березки и барбарис. Возможно, к ним очень скоро присоединится и красавица Сакура, которая пополнит видовое разнообразие Старого Потемкинского парка. Первое впечатление о стране у иностранных туристов складывается при посещении приграничных городов. Древний Кричев – именно такой город. И первое, что видят здесь заграничные гости – это ухоженные парки, чистые улицы, благоустроенные дворы, новые дома и океан цветов. Например, вот эта клумба, где сегодня радует глаз 8 тысяч цветов, в прошлом году была обычным зеленым газоном. Силами унитарного коммунального предприятия «Коммунальник» и вложением средств депутатского корпуса был организован закуп цветов Могилевского зеленхоза. И вот эти более 8 тысяч цветов были приобретены и высажены в этом месте. Место знаковое, здесь размещена доска почета наших почетных людей города Кричева. И вот с этого года эта клумба в таком вот состоянии, в таком виде находится сегодня. Сегодняшний Кричев активно благоустраивают, в том числе в связи со строительством новой школы. В городе ремонтируют дороги, благоустраивают детские игровые площадки, устанавливают малые архитектурные формы, создают новые цветочные композиции. Люди принимают активное участие в сборе денежных средств на покупку рассады. Здесь были задействованы и наша общественная организация «Белая Русь», и индивидуальные предприниматели, и сами физические лица. Активное участие в зеленении города принимают все организации. Каждой организации доведено определенный участок, на котором они проводят работы. Микрозоны принимают активное участие в благоустройстве. Есть договоренность с старшими домов по подвозе грунта и озеленению клумб возле домов. Древний Кричев получает новый облик. И это замечают не только приезжие, но и жители города. С каждым годом наш город становится красивее, все наши улицы утопают в цветах. Я, как житель города Кричево, и как молодежь, и все жители нашего города занимаемся озеленением нашего родного города. Я люблю свой город. Экологически безопасная жизнь города и района предполагает большой комплекс работ. Их исполнение зависит от эффективного взаимодействия служб и организаций самых разных сфер деятельности. Много делается органами коммунального хозяйства в плане приобретения контейнерных площадок, установки контейнерных площадок для разделенного сбора мусора. Много уделяет внимание райисполком и райисовет по организации работы с твердобытовыми отходами, по приведению в надлежащее состояние территории зеленых насовлетений города, по утилизации и сносу непригодных помещений в сельской местности. Все связано со всем. Все должно куда-то деваться. Природа знает лучше. Три главных закона экологии по баре Камонеру. Они просты и понятны. Их исполнение – залог безопасной жизни в окружающей среде. Редактор субтитров А.Семкин